Я обещал сегодня Евгения Онегина, да? Вот Пушкин представляет Онегина. Как рано мог он лицемерить, таить надежды, ревновать, разубеждать, заставить верить, а порой блистать послушную слезой. Вот перед нами текст, который оставляет нерешённым вопрос, бывает Онегин настоящим? Или нет? Он присутствует? Ну, настоящий только присутствует в происходящем. Он присутствует в происходящем или нет? Сам пушкинский текст оставляет нерешённым этот вопрос. Насколько достоверен для себя и для окружающих Онегин. Он лицемер? Нет. Он здесь и сейчас? Так ведь тоже нет. После лицемерия стоит запятая, а не двоедочая. Но и сам текст создаёт ощущение, что Пушкин, то есть что Онегин и здесь, и не здесь. Вот это совершенно как Печорин, когда он склонял Беллу к любви, он грозил ей, что чуть ли не при ней прямо покончит с собой, чтобы объединяйся жизнь и жизнь. Вот. И он сам о себе пишет, это дневник же, сам о себе пишет, что я, кажется, был готов пустить тебе пулю в лоб. Но при этом понятно, что Печорин, если бы вдруг и сделал это, то следовало было бы сказать, что он заигрался. Потому что, конечно же, он сложнее, нежели непосредственный герой. Когда Онегин уже в конце романа возвращается после путешествия, то все ожидают от него, он долго отсутствовал в свете, ездил по миру, все ожидают от него маски. Все гадают, кем он предстанет. сатаническим уродом, или кем-нибудь еще, или маской щегольнет иной. В свете его считают за представление. Но Пушкин видит более сложную ситуацию. Пушкин говорит, зачем же так не было склонно, вызываетесь о нем. В конце концов, приходит к выводу, наверное, за тем, что посредственность одна нам по плечу и не странна. То есть, посредственность видит и ждет от Онегина, кем он предстанет, какой щегольнет маской. но только посредственность. На самом деле, Онегин не лицемер. А знаете, почему он не лицемер? Потому что лицемер это тип, характер. Как у Мольера. Лицемер, Ханша, это человек, который имеет цель, ради которой он лицемерит. Он хочет обмануть, чтобы добыть свою цель. А Нигин лицемерит, если лицемерит, вовсе не для того, чтобы иметь цель. Мы помним, как он поступает с достигнутой целью. Он ее отпускает. Уже поэтому он не лицемер. От достигнутой цели он отказывается, отворачивается от нее, потому что не ради цели он представлялся. Хотя он, конечно же, отчасти и от значительной части представляется. Его слеза ему послушна. это так. Но он никоим образом не лицемер. По двум причинам. Лицемер – это характер, а Нигин лишен характера, даже как и печаль. Во-вторых, потому что лицемер лицемерит ради чего-то. А Нигин по существу лицемер, бесцельный лицемер. Татьяна, когда Нигин, убив Ленского, уехала в странстве, заврела к нему усадьбу. Вы помните, перебирает книги, перебирает наметки, которые оставил Нигин. И вдруг у нее рождается слово. Уже ли слово найдено? А оно таки найдено. Татьяна не ошиблась. Он пародия. Татьяна вопрошает, уж не пародия ли он, и отвечает себе, да, конечно, разумеется, пародия. Искусство. Искусство поведения. Но пародия вытекает из самой ситуации, в которой находится рефлексивный персонаж. Он здесь и не здесь. Он в сюжете и вне его. Он и персонаж, как мы говорили про Печорина, он и персонаж, и одновременно автор. Вот именно из того, что Онегин, как и Печорин, столь же персонаж, сколь автор, именно из этой двойственности вытекает и определение пародии. мы говорили о незавершенном жесте, что рефлективный персонаж, будучи, поскольку он является и персонажем, и автором происходящего, он каждое свое движение не завершает. Он должен его начать, но должен не закончить. Он должен ухаживать за женщиной и делать это с огромным искусством, но не должен закончить свое ухаживание победой. Проходите, пожалуйста. еще раз, обычно лукавец, лукавец как характер как раз и достигает своей цели. Он лукавит ради цели и достигает ее. Но тот, кто лукавит от ума, потому что не может быть непосредственным, тот лукавит от того, что он просто рефлективное существо родился таким. Тот, кто лукавит так, это совсем другого рода лукавство, совсем другого рода пародийность. Пушкин превращает незавершенность, поскольку в главных героях Пушкина существо, не завершающее свое участие в жизни, полуучаствующее, поскольку такой тип сознания в центре романа, то Пушкин избирает замечательную манеру повествования. Он возводит незавершенность в принцип собственного стиля. Пушкин пишет так, что во всем романе вы не найдете ни одной законченной мысли. Вот право, ни одной законченной мысли. Оренском он был любим, по крайней мере, так думал. Так, был любим или не был любим? Онигин сходится с Ренским. Сначала они взаимной разнотой друг другу скучны, затем понравились, сошлись, каждый вечер пробка в потолок, не вечера друг без друга, друзья. Описывается вроде бы ситуация дружбы, возникшей дружбы двух молодых людей. Пушкин, так люди первым каюсь я, а делать нечего, друзья. ага, значит, все-таки они не друзья, а излочетельно друг друга со скуки. Ага, мы поняли, что происходит. Пушин продолжает, но дружбы нет и той между нами. Все предрассудки, истребя, мы почитаем всех нулями, одиницами себя, мы все глядим наполеоны, дрожащих тварей миллионы для нас, орудия одно, заболтал. Нам же интересно, они продолжающих тварей, нам интересно, дружат они или нет. Так мы не узнали в результате. Любила ли Ольга Ленского, дружили ли Онегин с Ленским. Пушкин описывает характер своего героя, Онегина. Что было для него из млада и труд, и мука, и отрада, что занимало целый день его тоскующий лень, была наука страсти нежной. Издевается. Вы понимаете? Пушкин издевается. Милиция говорит, что поэт тот, который находит единственные верные слова и приводит пример Пушкина. И правильно, слова удивительно точные. И труд, и мука, и отрада. Так говорят о чем-то невероятно важном и близком сердцу человека. О высокой любви, о творчестве. И труд, и мука, и отрада, что занимало целый день. его тоскующий лень. Издевка. Над кем? Над читателем, который ждет определенность. Определенные мысли, завершенные мысли. Такой мысли, под которую можно было бы сказать. Над читателем, который ждет сюжета, где кто-то кого-то любит, кто-то с кем-то дружит. Ничего этого в романе мы не находим. Все это уходит в незавершенность фразы. Все это уходит в незавершенность любой фразы из романа Пушкина. Пушкина. Ни одна фраза... Пушкин начинает фразу совершенно в стиле своего рефлективного персонажа. Начинает фразу и не заканчивает. В рассуждение Пушкина мы... А в рассуждение Пушкина мы не можем из всего романа выбрать что-то, под чем можно было поставить подпись А из Пушкина. Чем меньше женщины мы любим, тем легче нравимся мы ей. А из Пушкина. Ну, прекрасно, потому что прямо дальше там. Это старая забава достойна старых обезьян, хваленных детских времен. Два Власова бешала слава. Со славой красных каблуков и величав этих париков. Ну, где туда из Пушкина? В каком месте вы хотите поставить А из Пушкина? Всякая начинающаяся фраза обрывается и превращается в свою противоположность. Счастлив, чтобы кто с молодого был молод, счастлив, кто вовремя созрел. Ну, дальше описывается кто постепенной жизни Холла с годами вытерпеть сумел. А из Пушкина. Но Пуши не говорит о нем, как о счастливом человеке, он иронизирует. Он заканчивает это о ком твердили целый век Н.Н. Прекрасный человек. Ирония, ничего кроме иронии. Насчет того, что кто-то счастлив, так это чисто ирония. И в той сцене, которую я уже упоминал, ну, можно весь этот роман перешерстить и окончательно в этом убедиться. Я этого не буду, конечно, делать, шерстите сами, но если вы найдете, принесите мне, пожалуйста, одну законченную мысль в романе, которая начала и кончилась, которая что-то, что-то называет любовь любовью, дружбу дружбой. Если найдете, то покажите мне это место. То, что я уже упоминал, какой маской щегольнет в ожидании, в светском ожидании. Онегин Пушин ведь тоже просто говорит, зачем же так неблагосклонно вызываетесь о нем. Не является ли ваша позиция позиция человеческой середины, пошлости, посредственности, но и все. Он не раскрывает характер Онегина. Кто он, в конце концов, действительно пародия или какая-то степенительность в нем есть. Все это тонет, как в самом первом тексте, как рано мог он лицемерить. Мы наблюдаем те, в котором ничего не сказано о герое определенного. потому что этот текст рожден, создав художником, чтобы изобразить незавершенный персонаж, рефлективный персонаж, который и искренне живет, и убеждает, и блестит слезой, но слеза в то же время ему послушали. В самом деле удивляюще этому и труд, и мука, и отрада, и, наконец, все от праздности. Таким был сам Пушкин. Анни Керн. Я помню чудное мгновение, передо мной явилась ты, как мимолетное видение, как гений чистой красоты. И сердце бьет своего поэнья, для него воскресли вновь и божество, и вдохновение, и жизнь, и слезы, и любовь в дневниках. Вчера с Божией помнишь, он поимел Керн. Пушкин такой же точно. Подвигая одну мысль, он в самом себе рядом ставит другую фразу. Другую мысль. Ну, неудивительно, что Пушкин такой. Он, понятно, делал тоже рефлективный, начисто решён непосредственности. Он может восхищаться чем-то в то же время в душе, сохраняя иронию и некоторое как сказать отторжение от предмета своего восхищения. Это неизбежно. Таков человек. Таков каждый из нас. Не полагает. роман роман Евгений способом письма письма, который употребляет Пушкин, где ни одна фраза не заканчивается определённой и не может быть сюжета. Сюжетом, как мы с вами видели, пожертвовал Гоголь в Невском проспекте. Ради чего? Ради противопоставления двух типов сознания. У Пушкина то же самое. Онегин Ленский. Онегин это Онегин. А про Ленского Пушкин говорит он был как пьяный путник на ночлеге или нежней как мотылек весенний впившийся цветок. Это сама романтическая непосредственность. Собственно, из их противоположности и вышел дверь. Ленский настолько непосредственно, что даже не догадываешься, что человек может мстить или притворяться. Когда Онегин совершенно в шутку увлёгся Ольга в отместку Ленскому, но там что было там Ленский зовёт Онегина в гости к Ларинам. Онегин соглашается при условии что там никого не будет. А будет там кто-нибудь и никого говорит. Ленский принимает как жениха и сажает напротив бедную Татьяну, которая сейчас соплях, слезах, дрожит от волнения. Ну, он насмотрелся на этих девицам тошно их видеть. И он со зла решил пошутить над Ленским при ударе приволокнувшейся за Ольгой. Но Ленский этого не понимает. Ленский никогда не был в свете. Он не понимает двойственности, двуличности и какого-то ни было подтекста. Он просто Онегина вызывает надуви. Онегин Ленский. Рефлексия это Печорин Грушницкий. Я говорил, что русскую литературу трудно представить себе без парня противоположного. Онегин Ленский это рефлексия и непосредственность. В данном случае романтическая непосредственность. Как впрочем и Грушницкий. Тоже романтическая непосредственность. А Татьяна Ольга это тоже оппозиция? Чем занимается маленький еще маленький совсем Ольга? Она берет куклу и важно повторяет ей уроки маленькие свои. Оля готовится к ритуальной жизни. Оля готовится к светской жизни. К роли жены, матери. Татьяна кукол в руки не брала. Татьяна кукол в руки не брала. Что любила маленькая Татьяна? Страшные рассказы. Маленькая Татьяна любила страшные рассказы. Знаете как дети забиваются под едиоз друг рассказывают того, расскажут, она начинает трясти от страха. Вот это любила Татьяна. А еще гадание. Перед нами противопоставление ритуального сознания и мечтательного. Татьяна мечтатель. Это уже не секрет для нас она и Онегина себе намечтала и влюбила совсем не Онегина в какого-то другого персонажа из своих мечтей. своей мечты. Пушкин выстраивает пары противопоставлений. в ущерб сюжету. Как уже сделал до него Гоголь. Татьяна пишет письмо Онегину. И естественно трепещат ждет. Ждет приговора. А Онегин не отвечает и не едет. Он очень долго не едет. Наконец она узнает что он едет. Татьяна в совершеннейшем смятении кидается в сад подальше от Онегина. И вдруг ей навстречу из сада как раз он блистая взорами Евгений. навстречу датьяне блистая взорами Евгении. Скажите, есть еще какой-нибудь писатель, кроме Пушкина, который в этом месте скажет, а впрочем, на сегодня достаточно? Я устал, мне хочется погулять, по полям походить, попродить, закончу после как-нибудь. А Пушкин делает именно это. То есть Пушкин всячески подчеркивает, просто перед нами выказывает несюжетность своего романа. Где то ли любят, то ли нет, то ли дружат, то ли нет, то ли в того влюблены, то ли совсем не в того влюблены. Где лицемерят не ради какой-то цели, а просто силу невозможности непосредственного бытия. Силу неспособности к непосредственному существованию. Первый, после того, что роман выходил из журнала, по главам, поэтому читатель, который вот-вот-вот открыл, а ей навстречу блистает взорами Евгений. Да, сердце нажимается. Какое место, какая кульминация. Сейчас будет развязка, вот Татьяна ждала, ждала, он не ехал, не ехал, и вот она кинулась от него, вместо того, чтобы к нему, от ужаса и смятения. Он ей навстречу блистает взорами, навстречу, а впрочем, на сегодня достаточно. Следующая глава в следующем номере журнала. Существует ли там месяц или сколько? Вот, насмешка. Насмешка над кем, на читателем, который ждет, очевидная это насмешка, согласитесь, который ждет сюжета. Ждет любви, ревности, ненависти. На чем строится сюжет вообще? На незавершенных фразах не может строиться сюжет. И у Пушкина нет сюжета, и Пушкин вновь и вновь напоминает нам об этом. Он говорит там в пятой истории главе. Ура, я классицизму отдал честь, хоть поздно, но вступление есть. Вот называется структурно выстроенный роман, да? На балу, он увлекается ножками, да, знаменитое рассуждение про женские ножки, и не возвращается на бал. Потому что не возвращается на бал. Он еще через некоторое время спохватывается в самом романе, спохватывается, и говорит, боже, я же тогда увлекся ножками и не вернулся, не вернулся туда-туда-туда, где увлекся-то-то. Ну и ладно, говорит. Ну и пусть. Теперь пусть так и будет. Конец романа, конец романа, ну это уже в себе признанно, это уже общеизвестный факт, что это глупеющий конец, и конца вообще нет. Онегин приходит к Татьяне, Татьяна ему отказывает, шаги мужа, возвращающегося в прихожие. И на этом роман закончен. Героя моего, в минуту злую для него, милый читатель, оставим, что злого с берегом построим. После смерти Пушкина в русской литературе возникло едва ли целое литературное направление, когда люди придумывали за Пушкина конец романа Евгения Негин. Чтобы романа был конец. Десятки талантливых поэтов писали завершение романа Евгения Негина. Как будто Пушин умер, не завершив роман. Просто никто так и не понял, что Пушин писал несюжетный роман. Старайтесь после этого, людей. Беринский восторгается, что первый русский роман, Пушкина восторгается, первый русский роман и сразу роман в стихах. До Пушкина не было, собственно, русского романа. Первый русский роман и сразу в стихах. Какой же Пушкин? Какой он задает начало? Но Беринский, и это правда, но Беринский не замечает, что это бессюжетный роман. Первый русский роман был бессюжетным романом. Что Пушкин старательный ученик Гоголя, который первый предложил вместо сюжета оппозиция характеров, оппозиция сознания, оппозиция способов существования. У Пушкина именно такие оппозиции. Отдельно нужно сказать о Татьяне. А точнее о двух Татьянах. Татьяна юная и Татьяна взрослая. Юная Татьяна очень узнаваема. Она мечтатель. Она мечтатель. Она с детства любит страшные рассказы и гадания. Она мечтала о себе. Онегина, который, кто бы ни был, явно был не герой, в которого она влюблена. Она мечтатель. Она страстный мечтатель. В отличие от Ольги, которая типичное ритуальное существо. Ольги, ни грамма фантазии нет. Опять же, как и у Гоголя, наверное, здесь есть какая-то недостоверность. Как вот у Гоголя вышли на Невский проспект два приятеля, хотя совершенно непонятно, как не могут быть приятелями. Поручка Пирогова не грана фантазии, а художник Пискаревших одна сплошная фантазия. Как они вообще могли быть приятелями, вообще могли общаться, хоть слово понять друг от друга. Так и здесь, Татьяна и Ольга, вы видите, на них все-таки сестры, вместе воспитывались. Как-то трудно поверить, что столь разные сестры могут быть. Но Пушкин дела нет, он отчерчивает образ Татьяны через противопоставление Ольги. Ну, маленькая Татьяна, юная Татьяна. Юная Татьяна понятна и внятна. Она мечтатель как такового. А вот взрослая Татьяна, Татьяна замужняя, это очень интересное явление. Замужняя Татьяна, это, как мы скажем, замужняя Татьяна Камильфо. Она само совершенство, но совершенство без страстей. Онегин неожиданно после длительного перерыва появляется в свете. После длительного перерыва Онегин появляется в свете и вдруг предстает говорить Татьяной. Татьяна неравнодушна к Онегину. Я вас люблю к чему лукавить. Татьяна неравнодушна, не забыла Онегина. Но Онегин всматривается в ее лицо, это с его-то опытностью, и не видит ничего, кроме абсолютного покоя. В ней ничего не шелохнулось внешне, разумеется. Татьяна равна. Она всегда взрослая Татьяна. Насколько импульсивно юная Татьяна, настолько равна, покойна Татьяна взрослая. Онегин влюбляется во взрослую Татьяну. Влюбляется страстно, как мальчишка, до болезни. Он ее преследует, отвергнутый, он запирается в своем доме и в задумчивости роняет в огонь то туфли, то журнал. Он заболевает. Почему Онегин влюбился в Татьяну? Потому что она совершенствовала. Он такого не видел. Он видел только непосредственных женщин. А Татьяна разделила судьбу рефлексией. Она именно присутствует и не присутствует. Только в таком состоянии человек может быть всегда ровен. Ее ровность, ее покой – это, конечно же, маска. Пушкин беспощаден взрослой Татьяне. По крайней мере, нерецеприятен. Он говорит о ней – она казалась верной снимок. Вот и все. Она казалась верной снимок. Такова она и есть. Представьте себе человека, который не снимок и поэтому всегда ровен. Представьте себе человека, у которого есть непосредственные чувства и он всегда покойен. Всегда камильфо – так, как надо. Это же просто не бывает. Нормальный живой человек обязательно выйдет куда-нибудь из камильфо. Обязательно увлечется. Обязательно вздрогнет при виде Онегина. Совершенно незабытого Онегина, который вдруг после очень долгого перерыва пристает перед ней, вырастает перед ней на балу. Она должна была проявить чувства, но она верной снимок. Она тот самый Онегин, которого она встретила в будущем. Они поменялись местами. Они поменялись местами. Теперь Онегин страшно влюблен, а Татьяна равна и покойна. Ну а в самом деле, как Татьяна могла проявить свою жизнь? Она русская женщина, порядочная женщина. Она не пустилась во все тяжкие, как молодой Онегин или молодой Печорин. Не пустилась в романы. Она просто стала совершенством. Просто стала верным снимком. Верным снимком. Ну, снимком. Но может, это совершенно замечательно, что Онегин и Татьяна в конце романа меняются местами. Онегин приходит к Татьяне в последней сцене. И объясняет свою любви. Прямо вот вваливается к ней. Она даже не одета. Совершенно неожиданно входит. Татьяне застает ее в безбелье с распущенными волосами. Совсем не готовой. И тут Татьяна вот... Причем не готовой в том случае, что она дает волю слезам. Она одна. И больше не нужно притворяться. Она плачет. А кидается к ее ногам... Где та Татьяна, которую мы видели в свете? Понятно теперь? Отмечательно понятно, что она верна с ним. Хотя это было понятно и раньше. Интересно, что про взрослую Татьяну никогда не слышал критики. Все обращают внимание только на то, что Татьяна хороша. Что мужчины при ней кладутся ниже. Кто-то там говорит тише. Почти величественна Татьяна. А на самом деле пародия. Это пропускают. Это все всегда пропускают почему-то. Татьяна. Хотя если посмотреть на вещи прямо, то выясняется действительно замечательный замысел Пушкина поменять местами Татьяну и они. Они не сбросаются к ногам Татьяны, признаются в ей любви. Татьяна отвечает ему, я вас люблю к чему лукавить, у меня другому отдана. На самом деле Татьяна действительно в безвыходном положении. Представьте себе, что она снова пристанет перед Доникиным, то есть той самой девочкой, которой он отверг. Татьяна начнет снова дрожать от любви, окажется вся в слезах и соплях перед ним, как когда-то. Тогда он просто разозлился, что опять увидел очередную девицу, содрогающуюся от любви, дрожащую от любви. Татьяна сохраняет свой статус-ков. Она не может вернуться в прошлое. Они поменялись места. Герой нашего времени Вера говорит Печорину, ты можешь все, что захочешь. Ты можешь сделать людьми все, что захочешь. Почему? Я говорил, что Печорин не супермен, он автор. И Татьяна действительно теперь может властвовать. И этим покорила Онегина. Она автор своего поведения. Потому что когда я говорю пародия, когда я говорю верный снимок, надо помнить, что речь идет об авторстве. Татьяна автор для себя, поэтому она некорребима, покойна и равна. И на этом Пушник заканчивает. На этом Пушник заканчивает, потому что дело сделано. Сюжет на этом совершенно скандал и безобразие. Так закончит роман, такой длинный роман, столько событий, вот так вот закончится. Все равно непонятно. Опять же, с полной неопределенностью. Вот возвращается муж и что? Просто неловкая сцена. Татьяна, Онегин, перед ней на коленях, шаги мужа. И на этом, согласитесь, смешно. И на этом Пушник заканчивает. Друг друга с берега поздравит, говорит. Потому что дело сделано. Татьяна и Онегин поменялись местами, и задача закончена. А сюжетной задачи перед Пушкиным не было и нет. С самого начала не было. И так мы видим, что в русской литературе, или вообще в литературе, появляется рефликтивный персонал. У Гоголя о нем не было и речи. Гоголь всем твоим творчеством исследует и исповедует непосредственность. Существование в литературе или в мечте. Вместе с Пушкиным и Лермонтовым в литературе помещается рефликтивный персонаж. В маленьких трагедиях Пушкин продолжает это движение. То есть продолжает сравнение типов бытия. Способов бытия. Маленькие трагедии интересны тем, что в них Пушкин берет вечные сюжеты. Сюжеты, уходящие в фольклор. И придает им новый смысл. Например, шкупой рыцарь. Это сюжет, который действительно уходит корнями куда-то в бесконечность. Что мы видим? Мы видим молодого рыцаря, который тоскует по турнирам, по женским платкам. Пуперам. Перед нами молодой непосредственный человек, которому важна вся совокупность ритуальной жизни. Он хочет вести себя так, как ведут все его сверстники. Турниры, балы, женщины, платки. И для того, чтобы жить им нужен шлем. Шлем. Турниры, доспехи. Перед нами непосредственный человек. А внизу, в подвале, потом Достоевского эта тема подвала, тема подполья станет главной. У Пушкина впервые встречается этот подвал и подполье, по-видимому впервые. По-видимому впервые появляется этот подвал, там старый рыцарь, там старый рыцарь. Старый рыцарь устраивает себе праздник. Вот это на своем подвале. Он поднимает все шесть сундуков, набитых золотом. Включая шестой, еще не полный. Ставит свечи. И они озаряют весь этот... Все это великолепие блеска золота. Сокровищ. И вот в этом блеске сокровищ старый рыцарь рассуждает. Я властвую в этом. Я властвую. Потому что на это золото можно приобрести все. Власть, любовь. Отрамовленное злодейство приползет и будет целовать мне руки. В Достоевском одном месте сказано, что деньги тем особенно подлые, что даже талант дают. На деньги можно купить все. И старый рыцарь говорит, я царь. Я властвую. Я могу и дружбу, и любовь, и власть. Все купить. На эти деньги. Но, говорит он, мне достаточно всего сознания. То есть он не входит в жизнь. Он остается в позиции предчувствия и сознания того, что ему позволено в этой жизни все. Вся жизнь перед ним. Он властвует. Но он не осуществляет свою власть. Что было бы, если бы он осуществил свою власть? Он превратился бы в своего сына. У него были бы пиры. Турниры. У него была бы любовь. Была бы власть. Слава. Он превратился бы в непотребственное существо. А старый рыцарь тверд в своем убеждении. Мне достаточно всего сознания. Он хочет относиться к жизни. Он не хочет жить. Сознание жизни для него важнее самой жизни. Перед нами совершенно иная разработка данного ответа сюжета. Сюжета слухого рыцаря. Иная разработка темы. Казалось бы, пусть он помогил нас знакомым сюжетом. А вставил в него совершенно другое содержание. Старый рыцарь не скупец. Потому что скупец – это один из характеров. Скупец – это один из характеров. Старый рыцарь не гопсек. Гопсек – это характер. Он скупой. Кто-то щедрый, кто-то смелый. А он скупой. У Пушкина не характер выявлен. А рефлективный персонаж. Который в своей чистоте даже превосходит, может быть, любой другой рефлективный персонаж. Потому что он вообще отсутствует. Онегин и Печорин отчасти персонажи, отчасти авторы. А здесь чистое авторство. Мне достаточно всего сознания. Опять же, заметьте, в маленьких трагедиях, например, в разбираемой нами трагедии, нет сюжета. Там в существе ничего не происходит. В существе там вообще ничего не происходит. Там просто монолог молодого рыцаря, а затем монолог старого рыцаря. Ну там потом они чуть не подрались, но никого существенного сюжета нет. Сама маленькая трагедия Пушкина задается двумя монологами. Один звучит вверху, другой внизу. И противопоставление этих монологов и есть смысл трагедии. История старого рыцаря не в том, что он скупец. А вот именно в этой ситуации, когда он может все и удерживает себя от воплощения своей власти, это не ситуация скупца, это ситуация скупца. Моцарт и Шарьери. Опять берется от века данная постановочная идея. «Гений и завистник». Тоже уходящий в бесконечность сюжет. «Гений и завистник». И прочитав название трагедии Пушкина, мы сразу понимаем, что речь пойдет о рассмотре рыцарей. Или, значит, гений и завистник. «Завистливая посредственность». Но Сарьери не завистник. У Пушкина Сарьери не завистник. Сарьери говорит о себе. Рассказывает свою историю. С самого начала. Первый монолог. Он долго учился музыке. Он много трудился, много писал, много бумаги исписанной бросал в огонь. И, наконец, что-то понял. Что-то понял. И стал писать. Он много трудился, но в тишине, но в тайне. Долго и долго. И, наконец, смог что-то создать, что вызвало отзвук в сердцах людей. Ему даже улыбнулась слава. И тут пришел Гайден. И говорит Сарьери, я все бросил. Все, что имел, все, что умел. И бодро пошел за Гайденом. Потому что явился гений. Бодро пошел за Гайденом я, говорит Сарьери. И что, перед нами завистник? Сколько можно слышать и читать про завистника? Где тут завистник? Видев гения, поняв его превосходство, он все бросил, чему научился. Все оставил. И увидев через Гайден новые возможности музыки, он пошел бодро за ними. Сарьери носит кольцо с ядом. И, как всякому разумному человеку, им много трудно противостоять соблазну убийства, самоубийства. Мосят кольцо. И жизнь часто ему кажется такой невыносимой мухой, что он готов покончить с этой жизнью. Что же его удерживает? Что его удерживает от яда? Его удерживает мысль, что явится новый Гайден. Что явится новый Гайден и наслаждуйся. Только это удерживает его в жизни. Вот в эти моменты, по крайней мере. Когда желание смерти почти непреодолимо, его удерживает от самоубийства надежда, что явится новый Гайден. И где тут завистник опять-таки? Если он живет мыслью о том, что явится еще один Гейден. Но Сарири сам говорит, а теперь сам скажу завидую, мучительно, глубоко. Если он завидует, то, наверное, это не та же самая зависть, правда? Необычная тривиальная зависть. Чему он завидует? В каком-то смысле это можно назвать завистью. Но чему он завидует? Явился новый Гайден. Явился Моцарт. Новый Гайден явился, рекуй, торжествуй. Но Сарири смущает одного. И смущает это, конечно, не то слово. Сарири смущает одно, что Божий дар Дан не в награду за труд и терпение, А озаряен голову безумца. Гуляки праздную. Вот что возмущает Сарири. Вот что он называет завистью, завидую. Нет правды на земле, все говорят. Но правды нет и выше. С этого начинается первый монолог Сарири. Отравление Моцарта оказывается бунтом против Бога. Осеняет голову безумца гулять и празднула. Вот в чем дело. Это то, что потом Алеша Карамазов назовет бунтом. Не неверием в Бога, а бунтом против Бога. Несправедливость поражает Сарири. Если бы Моцар был таким же гением, как Гайден, то и гением, выросшим из труда и терпения, то Сарири был бы счастлив, была оправдана вся его жизнь этим. Он бы так же бодро пошел за новым Гайденом, но озаряет голову безумца. Не в награду. И это Сарири называет завистью. Как видите, Пушкин опять берет от века данный сюжет и наделяет его совершенно иным, нежели принято содержание. Берет оболочку вечного, от фольклёра идущего сюжета и начиняет его совершенно другим содержанием. Все на сегодня, спасибо. Давайте подождем. Спасибо. Спасибо за просмотр.